Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Накануне Первой мировой войны в рядах российского Красного Креста Насчитывалось около 40 тысяч человек В их видении было 84 больницы, 120 амбулаторий, санаторий Дома презрения для увеченных воинов, бездомных, беспризорных Создание этих учреждений было бы невозможно Без деятельного участия российской императрицы Марии Федоровны Русский Красный Крест и Сестры Милосердия Мы продолжаем цикл программ о благотворительности в России У нас в гостях историки Галина Ульянова и Андрей Пастернак Здравствуйте, Галина Ульянова Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Окончила Московский государственный педагогический университет Автор книг «Благотворительность московских предпринимателей» Благотворительность в Российской империи 19-го начала 20-го века И женщины предприниматели в России 19-го века Андрей Пастернак Священник, кандидат исторических наук Декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова Автор книги «Почерки по истории общин сестер Милосердия» И публикации по служению женщин в Древней Церкви Благотворительные учреждения Уже институционально оформленные Они возникают в правлении Екатерины II И при ее большом покровительстве этому делу В первой половине 19-го века возникают два крупных ведомства Точнее, одно в 1797 году И в 1828 году оно оформляется окончательно Это ведомство учреждения императрицы Марии Придворное ведомство Но финансировавшееся больше чем наполовину За счет частных пожертвований И второе ведомство Это императорское человеколюбивое общество Которое в 1817-1818 году И возникает вопрос И у читателей наших трудов И у зрителей Почему же эти общества были И еще возникает общество Красного Креста Но дело в том, что Россия была страной С очень низким жизненным уровнем населения И проблем было много Не урожай, голод И этих организаций, их потенциала не хватало никак Но, кстати, часто Красный Крест Имеют в виду, говорят о нем только в контексте помощи Во время войны, раненым, во время боевых действий А ведь это только одна из маленьких составляющих этого движения Красный Крест, он возникает в эпоху Вот этого, такой освободительный период называется То есть после великих реформ Раскрепощения общества Общественный потенциал очень сильный И как-то люди чувствуют перспективу С готовностью включаются в это дело И Красный Крест возникает первоначально Как, конечно, во время Крымской войны Помощь Но после того, как закончилась Крымская война Эти люди со своим опытом, они были востребованы И Красный Крест продолжает действовать дальше И он уже берет на себя другие функции Но функции не тех благотворительных организаций стационарных Которые в городах, там кто-то за больницей ухаживает Кто-то за детским приютом А это именно такая очень мобильная организация По оказанию помощи в экстренных случаях Красный Крест Международная организация, созданная в 1863 году По инициативе швейцарского общественного деятеля Анри Юнана Объединяет существующие в более чем 100 странах Добровольные национальные общества По оказанию помощи больным и раненым воинам Штаб-квартира Международного Красного Креста Находится в Женеве В настоящее время в мире около 97 миллионов человек Являются волонтерами Добровольными помощниками общества Российское общество Красного Креста Было основано в 1867 году С момента основания Практически все общины в истории милосердия Поступили в его видение В той же общине, которая помогала раненым во время Крестской войны Они приехали как община, окормляемая духовенством То есть там они со своим священником приехали И что нельзя отрывать движение Красного Креста И вообще благотворительные организации того времени От, во-первых, скажем так Православия как образа жизни И конкретных реалий, в которых люди тогда существовали Невозможно было заниматься этим В отрыве от Религиозной составляющей Такой морального Это было бы весьма странно Потому что Деятельность, она, вектор совпадает Именно в этот период происходит некое причудливое сочетание С одной стороны, именно развитие тех христианских благотворительных традиций Которые были в предшествующее время Которые связаны были И с деятельностью православной церкви И с деятельностью отдельных людей Как православных христиан С одной стороны А с другой Вот то, о чем и сказала Галина Николаевна Совершенно справедливо Что именно в 60-е годы Начинается уже новый этап развития Российского общества Связанный с Активным стремлением Включить его в некое Гражданское правовое пространство Попытаться развернуть Россию Ну, по пути тех великих реформ Которые проводились в то время в стране И Вот это смешение Оно и начинает происходить И, к сожалению, христианская традиция Она постепенно начинает как бы Ну, не то чтобы выдавливаться Но отодвигаться на второй план Так что вот К тому периоду, о котором мы сейчас говорим Рубеж веков По сути дела Происходит уже некое расцерковление Секуляризация И с одной стороны Всего общества Которое становится уже не просто секуляризованным А даже В ряде случаев Настроенном крайне антиклирикально Ну, и Эти процессы Они также касаются Общинности Тюрьмилосердия И общества Красного Креста В котором Уже Значительную роль играют люди Которые Явно подчеркивают Что Эта помощь Она не связана Именно с православной Христианской С православным христианским Мироустроением А является как бы Вне конфессиональной Мироустроением 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 Она была очень значительной С одной стороны А с другой Сами общины Когда они создавались Они хотя и Многое унаследовали От западной традиции Тоже о чем мы говорили От западных Сетер Милосердия Та линия Которая получит Развитие После Флоренс Найтингелл Но при всем при этом Они сохраняли Очень многое От Тех традиционных Институтов Которые в России Существовали В частности Монастырское общежитие Ведь вплоть до Начала 20 века Существовали Определенные Правила общежития Правила устроения Общины Которые были Зафиксированы В нормальном уставе 1903 года Он был признан Обязательным Для всех Общин И даже если У общины был Какой-то свой устав Он должен был Обязательно соответствовать Тем требованиям Которые В этом уставе Фиксировались Признавалось Необходимо Чтобы сестры Жили совместно Чтобы они Не выходили замуж Причем это было Категорическое требование В столичных общинах Только в некоторых Провинциальных Иногда разрешали Семейным Женщинам Участвовать В работе Общин Но в столичных Такой практики Не было А что такое Совместно Общежительная Жизнь Общин В которых Ну небольшие Общины Это по 150 человек Накануне войны Уже первой мировой войны В Георгиевской Общине было полторы тысячи Человек Можно себе представить Как эти полторы тысячи Женщин должны Совместно жить При том что Они же приходят В общину Не с монашеским Устроением У них нет Изначально Задачи молиться Это очень важно Соблюдать посты Жить именно Такой Замкнутой жизнью Как правило Это Женщины настроены На активную Социальную деятельность Общественную Можно сказать Деятельность Именно поэтому Среди сестер Попадаются Такие уже Увлеченные И революционными Идеями Восторженные дамы Как потом Восторженные дамы Совершенно верно С другой стороны Сестры Они не получали Жалования Поэтому А во время войны Эта практика Менялась Они получали Подъемные деньги Деньги На содержание На период Военных действий Поэтому Выгодно было В деятельности Общины Участвовать Как раз В период Боевых действий Когда мы говорили О начале Крымской войны Но это был порыв Потом их Начали Немножко Обучать А что Происходило Дальше Вот эти Сестры Приехали Например Приехавшие С Крымской Войны Стали передавать Свой опыт Опыт заключается В том Что Благодарительность Милосердия Нужно В данном случае Если это Общины Сестер Красного Креста Нужно было Иметь Какие-то Минимальные Знания Медицинские А тогда Ведь Женщин Не учили Специально Им Запрещено Было Учиться Медицине Ну Медицине Можно было Учиться Уже Где-то С конца 19 века С самого Конца Да Но это уже Если высшее Образование Но Этим Сестрам Не нужно Было Высшее Образование Но там Потому что Они иначе Не могли бы Тогда Свою Работу Выполнять Ну Дело в том Что опять же Это общее Русло Развития Российского Общества В тот момент Стремление Женщин Получить Специальное И высшее Образование Галинка Совершенно Правильно Указал На то Что В конце 19 века Женщины Русские Стремятся Получать Это высшее Образование В частности Медицинское Причем Примечательно Что первые Женщины Они получали Это образование В Цюрихе Они ездили в Швейцарию Именно там Были первые Вольнослушальницы Русские Которые Получили Медицинское Образование Ну и даже Этим Получившим Высшее Образование Женщинам Были запрещены Определенные Сферы Деятельности Области Медицины Например Следственная Судебная Экспертиза Она была Недоступна Это может быть Даже понятно А вот К началу Века При ряде Общин Появляется Собственно То что мы Сейчас назвали Медицинскими Училищами Школами Уже Появляются Женщины Которые Получают Не просто Профессиональное Образование Но и Становятся Помощниками Врачей Фельдшерицы И При ряде Петербургских Общин Эти школы Они существовали Причем В зависимости Опять же От попечителей Например В Иверской Общине В Москве Которую Покорительствовала Елизавета Федоровна Лекции читали Лучшие Врачи Москвы В тот момент Великая Княгиня Елизавета Федоровна Романова Проделась В семье Герцога Диасен Дармштадтского Людвиги Четвертого И была Сестрой Императрицы Александры Федоровны Супруги Николая Второго В 1884 году Вышла замуж Великого Князя Сергея Александровича С 1891 Жила В Москве Вместе С мужем Назначенным Московским Генерал-губернатором После убийства Мужа В феврале 1905 года Бездетная Елизавета Федоровна Ушла в религию И посвятила Свою дальнейшую Жизнь Благотворительности Заботясь О больных И бедных Во время Русско-японской Войны Возглавила Организацию Помощи раненых В 1907 году Купила усадьбу На Большой Ордунке Где основала Марфа-Мариинскую Обитель Сестер Милосердия После революции В апреле 1918 Елизавета Федоровна Была арестована И вместе с другими Членами царской семьи Романовых Отправлена на Урал В городе Аллопаецк Она была зверски убита Скажите, вот возраст Я понимаю, что там Все везде по-разному Но тем не менее Вот возраст Играла важную роль Я знаю, что Марфа-Мариинская Обитель По их внутреннему уставу Там были ограничения То есть брали только Молодых Туда не приветствовало Совсем юных девушек А с другой стороны Какие мотивы В основном Вот руководствовались Молодые женщины Когда они Такое на себя Брали Обязательно все-таки Это фактически Ну, они больше Ничем не могли заниматься Кроме как Жить в этих общинах И трудиться Во славу Божию Фактически Были и формальные Собственно ограничения По тому же уставу Который я упомянул 1903 года Женщина могла Девушка вступать В общину Не раньше 18 лет И не позднее 40 лет Ну, и Елизавета Федоровна В каком-то смысле Придерживалась Того же принципа Ведь для нее Было важно Чтобы женщина Была физически крепкой Собственно Это ограничение Она и позднее Стремилась сохранить Чтобы Ну, совсем пожилые Немощные женщины Они не брали на себя Непосильные труды Но, с другой стороны Уж совсем незрелые Тоже не Вступали на этот Трудный путь Но Многих женщин Именно в связи Еще и с Расцерковлением Общества К началу 20 века Привлекала возможность Получить Вот это специально Профессиональное Образование Потому что Именно в таком ключе Она могла найти Свое место В современном Обществе Ну, это что-то Вроде возможного Пути эмансипации Некоторых Привлекала возможность Получить бесплатное Жилье Одежду Питание За счет общины Потому что Было Достаточное Количество Девушек И женщин Которые оставались Ну, в силу Объективных обстоятельств Без родных Близких Которым не на что Было существовать И они поступали В общину Как некую возможность Получить пропитание В дальнейшем И В силу этого Складывалась Очень пестрая ситуация Что Вот Под крышей Одной и той же Общины Собирались И были Энтузиасты Своего дела И те Кто искал Материального Пропитания И Те, кто хотел Получить Светское образование Как бы мы сейчас Сказали То есть еще Из разных слоев Общества Могли Ну, как правило Не из выше Дворянок Среди них Практически Не было Могли быть крестьяне Приехавшие в город Могли быть Из рабочих Могли Из служил Из рабочих Их крестьян Не очень много В основном Городские Я думаю Что Прежде всего Я должна Добавить К вопросу О мотивах Это Охватившее Все общество В пореформенный Период После Прежде всего Освобождения Крестьянства Идея Общественного Служения Которая Которая Всех Вдохновляла И Это Такая Гражданская Была Идея Которая И порождала Гражданские Инициативы И Конечно Особенно Это для Молодежи Было важно Мы хотим Чтобы наша Страна Не была Отсталась Чтобы мы Как-то Европейские И свое Хорошее Культивировали И европейский Опыт Перенимали То есть Это было Такое Огромное Желание Сделать Свою Страну Цивилизованной Сделать Свою Страну Достойной И Тем Чтобы Русские И Другие Представители Других Этносов Чтобы они Могли Гордиться Своей Страной Вот Как бы Вся Страна И Особенно Прогрессивные Слои Как мы Говорим Они Все Стремились Вот К такому Результату Хотя Был и Пессимизм Тоже Культивировался Но Тем Не Менее Основной Вектор Это Мы Хотим Гордиться Своей Страной Мы Ничем Не Хуже Европейцев И Мы Будем На Это Работать И Как Мы Видим За 50 лет Прошедших После Реформ И До Войны Первой Мировой Войны Которая В общем-то Таким Трагическим Была Событием Спровоцировавшим Революцию Повернувшая В общем Даже Можно Сказать Вспять Развитие Нашей Страны Тут Был Очень Такой Мощной Порыв Мы Говорим О Поступлении В Сестры Милосердия Как О пути Эмансипации Женщины Как О пути Обретения Самостоятельности И Самостоятельно Заработанного Куска Хлеба Чтобы Она Не Зависела Ни От Кого А Своим Трудом Благородным На Благо Общество Она Имела Этот Кусок Хлеба Но Тут Профессия Милосердия Как Аналог Современной Медсестры Это Как Низший Уровень Туда Шли Люди Или По Убеждению Как Мы Уже Говорили Или Люди Которые Не Имели Денег Для Получения Высшего Число Заведений Где Могли Женщины Учиться Было Еще Довольно Мало Только Перед Первой Мировой Войной Начинают Появляться Медицинские Институты Женские Ну Или Женщины Допускаются На Медицинские Факультеты Но Как Правило Это Было Платное Обучение И Если У тебя Отец Купец Которого Ты Еще Уговорил Этого Купца Я хочу Жить В Петербурге То за нее Родители Должны Платить Большие Деньги Чтобы Она Приобрела Профессию Врача И Этот Собственный Путь Лишений А если Денег У этой И вот На этих Курсах Которые Приобретали Профессию Медицинскую С высшим Образованием Там В основном Меня поразило Это И это Дети Купцов Амеща На 80 На 85 Процент Сохранились Документы Да Это Все В общем-то Исследуется Я думаю Что это В общем-то Тоже Крестьяне Тоже Кстати говоря Крестьяне Мещане Купечество И вот Эта прослойка Уже Людей По убеждению Из более Богатых Каких-то Городских Слоев Вы сказали Что Все общество Было вдохновлено Идеей Служения Ну соответственно Эта идея Вдохновляла И тех Кто Оказывал Материальную Помощь Вот кто В основном И какие Это были Взносы Это были Благотворительные Взносы Привлекался В основном Для этого Аристократы В меньшей степени Все-таки Наверное Это буржуазия Русская Да нет Вы знаете Буржуазия Они Я думаю Что буржуазия Предпочитала Строить В основном Заведения Вот такие Взять просто Целое заведение Купец Он строит Целое заведение Он всю документальную Базу готовит Морозовская больница Да Морозовская больница Там много у нас Еще Бахрушинская больница На Стромынке И так далее А здесь Российский Красный Крест Он существовал Во-первых На членские взносы Значит Были членские взносы В размере 5-10 рублей в год А кто придумал Эту схему Вернее Внедрил Ну вообще-то Мария Федоровна Которая В 1877 году Стала Во главе Этой организации Когда Российское общество Красного Креста Как отделение Международного Красного Креста Стало функционировать И вот даже В истории Красного Креста Была такая фраза Везде Где найдется 5 человек Готовых Послужить Красному Кресту Они могут Открыть местный комитет Заявив Об этом Губернатору Императрица Мария Федоровна Дочь Датского короля Крестьяна IX Супруга Российского императора Александра III Мария Федоровна Внесла Больший вклад В развитие Благотворительности Как руководитель Крупнейших Благотворительных Организаций И как частное лицо Помогая нуждающимся Согражданам Из личных средств Она возглавила Три филантропических Ведомства Ведомство Учреждения Императрицы Марии Российское общество Красного Креста И общество Спасания на водах После революции 1917-го Мария Федоровна Жила в своем Крымском имении С дочерьми Под домашним арестом До последнего момента Она не хотела Покидать Россию И только после взятия Крыма Красной Армии Марию Федоровну Уговорили покинуть страну Скончалась в Дании В 1928 году И еще Мария Федоровна Придумала Что нужно Сбор Заграничных Паспортов Целиком Этот сбор Уходил Вот как Да Вот сейчас Вот мы платим За выдачу За грандпаспорта Вот эту пошлину Пошлину Да То эта пошлина Вся уходила Государство отказывалось От этих денег Государство отказывалось Более того Значит Сбор С проезжавших Значит По железным дорогам Были пассажиры Трех видов Первый класс Второй класс Третий класс И вот С пассажиров Первого класса Вот этот Железнодорожный сбор Он тоже Весь уходил В сторону Красного креста И это тоже было Там полмиллиона рублей Допустим В 1913 году И Получалось так Что вот эти два сбора Давали четверть Всех доходов А доходы Составляли У нас Где-то 8 миллионов Рублей в год Это хорошая сумма А общая сумма Капитала 44 миллиона Это в общем Как какое-то Даже министерство Действовало Пожертвование Частных лиц 20% Потом больные Которые Если ты не бедный человек Обращаешься А у них же было У них же было 80 больниц Около 80 больниц Какие-то лазареты 100 амбулаторий Санаторий Родильные дома Уже Вот за 50 лет Были Целая система Медицинских учреждений И если у него Не было Свидетельства О бедности Каких-то документов То этот человек Он платил Он обращался За платной Медицинской помощью Эта платная Медицинская помощь Более миллиона Рублей давала Тоже в общем Это крупная Очень сумма 15-16% Позволяло Привлекать Квалифицированных Уже Врачей Ну врачи Вообще Понимаете Тут врачи Во-первых Деньги получали Подрабатывали Потому что врачи Мы по Чехову По рассказам Чехова Вересаева Мы знаем Что врачи Как говорится Не шиковали В это время Они работали По 18 часов Записки юного врача Записки юного врача И очень скромно И значит Если у него Еще хватало времени Он жил где-то в городе Но он считал Это еще своим долгом Что он Страждущим Не должен отказывать И еще я должна сказать Интересный сбор Один был Это сбор с телеграмм Это третий Был такой Сбор общественный Когда началась Первая мировая война То во время Первой мировой войны Было решено Что Телеграммы Телеграмма Стоила 15 копеек До первой мировой войны Когда началась Первая мировая война Телеграмма Стоила стоить 30 копеек А в условиях Когда в стране Идет война И вот это Как говорится Вся почтовая Эта система В общем-то Работает так Очень неопределенно Письма Месяцами Могут идти Люди очень активно Пользовались Телеграммами И кстати В архивах Мы видим Это много телеграмм Причем они На телеграфном бланке Простым карандашом Просто эти телеграфисты Писали тексты Этих телеграмм И телеграмма Увеличила Стоимость В два раза 30 копеек Но 10 копеек При этом Шло в пользу Красного креста И это была Огромная сумма Значит Это назывался Подепешный сбор Он дал В 1915 В 1915 Ну в общем За полтора года 4,5 миллиона рублей Можно себе представить Это вот за эти телеграммы Потому что Все население Оно переписывалось Телеграмм Жив человек Не жив В армии-то были Миллионы людей В это время Когда мы говорим О Марии Федоровне Что она Своим усердием Ну не создала уж Совсем эту организацию Но Вдохновляла Так что она Такие масштабы Эта деятельность Приобрела Все-таки Мы сейчас Вернемся К ее Конкретным деяниям Насколько Важен был Личный фактор Тем более Представитель Для августейшей Фамилии Чтобы эту Махину Сдвинуть Почему нужно было Обязательно Вот На такой уровень Выходить Чтобы добиться Например Вот этих отчислений С паспортов С билетов Железнодорожных Или не только В этом Я думаю Что авторитет Августейшей И сначала Императрицы Вдохновящей Императрицы Все равно Играл тут Принципиально важную роль Безусловно Пройти через Различные Бюрократические Барьеры Принять Определенное Законоположение Не являясь Членом Императорской Фамилии Было бы Совершенно невозможно Примером этого Является и Деятельность Елизаветы Федоровны Которая Может построить В центре Москвы Храм Учредить общину Устав этой общины Утвердить В Святейшем Синоде То есть Такие вещи Для человека Средней руки Были бы Абсолютно невозможны Так что Здесь вы абсолютно Правы Что для того Чтобы сдвинуть Эту машину Нужно было Быть очень Высокопоставленным Лицом Да и этим-то Представителям Императорского Августейшего Семейства Не так легко Все удавалось То что Мария Федоровна Пишет в дневнике Что я там ходила Я разговаривала Я с генералами С военным министром Убеждала Но Они не сразу Соглашались В общем Даже какая-то Была конфронтация Но что интересно Она как бы К сыну К императору Действующему Она не обращалась Она считала Что она должна Своим убеждением Своими аргументами Вот эту вот Бюрократическую машину Задвигать В сторону Обращения К людям Вот я сам Смотрел документы Как Елизавета Федоровна Пробивала Продавливала Идею Потому что Вот то что Марфа Маринской Обители Было создано Она немножко Ну не то чтобы Диссонировала Но это был По тем временам Достаточно смелый Подход И Святейший Синон Был против Не сразу И император Лично вмешивался Чтобы был утвержден Устав Потому что все-таки Это было не совсем Община Это там Сестры Новый такой тип Да Новый тип Деканиз В современном Уже На современной Российской почве Это уже Более высокий уровень Скажем Но потом Вот практика Этих общин Она развивалась Революция просто Прервала эту традицию Но даже сейчас Когда мы Смотрим О том Как функционируют Современные Российские общины Сестры Милосердия Которые Ведут Свою Начало Елизаветы Федоровны То достаточно Хорошо Это ложится На современную Российскую почву Ну Достаточно сложно Проводить Проводить Линию преемственности Между современными Общинами И тем Что сделала Елизавета Федоровна Потому что То что было ей Учреждено Являлось уникальным Во всех смыслах И в Российской истории И для конкретной Ситуации Начала 20 века Потому что Она всячески подчеркивала В своих письмах И в беседах Что Учреждаемая Ею община Не имеет Никакого прямого отношения К сестрам Милосердия И к общинам Более того К общинам Сестер Милосердия Красного Креста Она очень четко Различала Красноокрестных Сестер И своих сестер Которым она Предписывала Более строгие Правила И поведения И жизни Фактически Монашеские Она сама говорила Что я почти монахиня Мои сестры Они почти монахини Она наставила На особом уставе Который несколько раз Утверждался Менялся И собственно Рассматривала Их служение Как начало Некой Новой линии Вообще В русской Православной церкви Для нее Это было только Начало Того пути Который может Развернуться По всей стране И в своем завещании Она В каком-то смысле Именно На этом и настаивает Что У этой общины Могут быть То, что мы сейчас Назвали филиалы Подворья В рамках которых Уже их служение Может разворачиваться И дальше Поэтому для нее Принципиально было важно Чтобы этот статус Получил некое Ну условно говоря Не просто общественное признание Но и юридический статус В силу этого Она и обращается К проблеме Присвоения сестрам Звания деканис При том, что То звание, которое Она хотела Обращаясь в Синод В 11-м году Присвоить Сестрам На самом деле Прямого-то отношения Даже к древним деканисам Тоже не имела А скорее имела Параллели с протестантскими Деканисами В чем ее и упрекали Говорили, что она хочет Ну да, тем более Она из такой Семи-то В которой служение Ближнему Ну Поощрялось И она с матерью Еще ходила В Дармштадте По больницам И представилась И хорошо Хорошо знала Служение протестантских Сестер И до конца жизни Говорила с акцентом Что тоже Вызывало Некое Вопрос О том, что Она пытается На православной почве Насадить какие-то Пратестантские Традиции Но Она подходила С другой стороны И для нее Служение древних деканис Было неким Поводным условием Для того, чтобы Закрепить тот статус Который у Сестер В тот момент Уже сложился И парадокс Заключается в том Что в конечном счете Против этого Никто не возражал И святейший сенот И император Собственно Не имел ничего против Но Вот в силу Каких-то Может быть Необъяснимых нам Обстоятельств Этот вопрос Был отложен До поместного собора А на поместном соборе Он тоже Его не успели Просто рассмотреть Сессии его Прервались И поэтому Собственно Чин деканис Который Пытались Возродить В 19 веке В России Некоторые Активные Общественные деятели Священник Александр Гумилевский В частности Архимандрит Глухарев В дальней Миссии На востоке Все это Не имело Тех последствий Которые Собственно Привели бы К созданию Этого Возвращения Этого чина Забытого В православной церкви То, что делала Элизавета Фёдоровна Было исключительно Святое С ее личностью И даже Мамарфомаринская Обитель Это тоже Нечто особенное В плане архитектурном И в плане архитектурном И в плане Так скажем Самого Образа И стиля жизни Который здесь Возник Она не вписывается Вообще ни в какие Рамки Это и действительно Не монашеская традиция Это и не Краснокрестная традиция Это нечто Вот особенное И что К сожалению После мученической кончины Взятой Фёдоровны И прекратилось Своё существование Ну Другой стороны Женщины Ну Возьмём Московский уровень Был Ну Соответствующий выбор То есть Да Были Общины Красного креста Была Марфомаринская Обитель Как пример И была собственно Монастырская традиция Да Но вот Возвращаясь К Красному кресту Здесь уже Более прагматичный Как раз Подход Мы тоже Вот с этого и начали Что вот есть Христианская традиция А есть вот такая Светская такая уже Сигулярная Но с подтекстом Да Конечно Ну как Это практически Невозможно было разделить Тем не менее Все это признавали Ну Что там Конкретно происходило Вообще Сейчас не суть Но главное Что Традиция искреннего служения Она поддерживалась Поощрялась И Развивалась Вот мы же цифры видим Какие колоссальные Но Несмотря на это К началу 20 века И особенно в годы Русско-японской войны Которая В каком-то смысле Становится переломной В истории общин Появляется уже Достаточно большое Число сестер Которые Ну в лучшем случае Индифферентны По отношению К религии К церкви А в ряде случаев Просто Достаточно агрессивно Настроенные В том плане Что они Рассматривают Именно свое служение Как Возможность Получения Профессионального Образования С другой стороны Именно Такого гуманитарного Служения То есть Помогать людям Не потому что Так предписывает Спаситель Христоса Потому что Должно быть Некое Человеколюбие Независимо Опять же От христианских Убеждений То что Как принцип Еще проглашалось Середине 19 века Но все таки Не являлось Неким руководством Действия Сейчас Фактически Становится Некой Нормой И это Конечно Являлось Таким Нездоровым Симптомом Который Не нравилось Елизавете Федоровне Скажите Мы говорим О Красном Кресте Как об общественной Организации Которая Занимается Благодарительным Действием В том числе И В сфере Обслуживания Населения Скажем так Сейчас бы Это назвали Предоставлением Медицинских Услов А что Государства Какие были Официальные Организации Которые Привязательно В том же Направлении Действовали Ну Например Была Система Больничная Система В сельской Местности Была Система Земских Что-то Не становилось Впечатление Что это Чуть не Единственная Возможность Конечно Значит Во всех Городах Были больницы Были больницы В муниципальном Подчинении Ну А в Москве Они назывались Больницы Для чернорабочих И Кстати Все жители Города Которые Вот Как Современные Юридические Резиденты Который Человек Здесь Вот Как С пропиской Ну Тогда Прописки Не было Но Вот Это Московское Гражданство Оно Фиксировалось Ты Должен был Все На учете В полиции Состояли Все Население Где Сколько Народу Кто Где Живет И так далее Система Работа Конечно И Люди Должны были Платить Больничный Сбор Все И платили Был 90 копеек В основном Во второй Поле 19 То есть Каждый Житель Московой Страховки Да Как Обязательно Медицинское Страхование И Если Если Ты В Москве Проживаешь Два Года Или Пять Лет В разных Ты Проживаешь Уже Как Ты Считаешься Постоянным Уже Москвич Ты Считаешься И Ты Платишь Больничный Сбор Ты Обязан Его Платить И Ты И 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 Общественными Больницами Ну Вот Басманная Больница У нас Например Одна Из Старейших Голицынская Больница В Москве Было Там Шесть Больниц Потом Девять Больниц И Были Еще Больницы Но Этих Больниц Не Хватало То есть Люди Могли Прийти Руку Сломал Ногу Сломал Ну Мушину Наложат И Говорят Иди Домой Нету Мест Коек Не Хватает Там Как-то В 60-70-е Годы Стало Коек Хватать А сейчас Вроде Опять Уже Коек У нас Не Хватает Зачем Тогда Казалось Бы Эти Общины И Зачем Красный Крест Потому Что Помощь Это Все Равно Было Недостаточно И Если Возникала Какая Ситуация Голод 1891 Год А там Потом Голод Через Каждые Несколько Лет Значит Голод Нужно Туда Чтобы Направлялись Вот эти Мобильные Эпидемии Обязательно Эпидемии Значит Они Разворачивали Медицинскую Помощь Они Разворачивали Питание Причем Питание Там Кормили По 50 Тысяч Человек По 80 Организовывали Столовые Питательные Пункты Но не только Они Они местных Людей Привлекали И деньги Были Уже Красный Крест Давал Часть Денег Часть Денег Давали Местные Какие-то Городские Думы Допустим И какие-то Губернские Какие-то Ведомства Во время Войны Возвращаемся К русско-японской Войне Мы сегодня Решили Таких два События Выбрать Русско-японская Война Как Красный Крест И сестры Милосердия Себе Вели И потом Первая Мировая Война Значит Война Шла Примерно Полтора Года Русско-японской 1904 1905 Год Ну Скажем Так Уже Оценка Война Плохая Империалистическая И со стороны Японии И со стороны России Две империи Пытались Сцепились Друг с другом И пытались Вот разделить Основные Были такие Лакомые Куски Скажем За которые Шла борьба Маньчжурия И Корея Русско-японская Война 1904 1905 Годов Началась в ночь На 9 февраля 27 января По старому стилю Когда японский флот Внезапно атаковал Порт Артур И блокировал Тихоокеанскую Эскаду Война длилась Полтора года Потери Японии Составили 135 тысяч Человек убитыми И умершими От раны болезней И около 554 тысяч Ранеными и больными Потери России Составили 400 тысяч Человек В том числе Убитыми По разным оценкам От 32 тысяч Человек До 52 тысяч Умершими От ран более 17 тысяч Человек Через госпитали Прошло Огромное количество От 100 до 200 тысяч Человек А может быть И до 300 Вот прошло Через эти госпитали Но это же За пределами России В общем Война шла Значит Нужно было Эти организовать Военно-санитарные Поезда Через Суэцкий канал Вот там вот Через Индийский океан Вокруг плыли корабли С каким-то Санитарным оборудованием Склады пищевых продуктов Медикаментов Во всех этих городах Кто мог быстро Военное министерство У него была своя Тоже военно-медицинская служба Так сказать Это вот все Параллельно действует Ну вы понимаете Военные министерства Пока раскачались Пока то-то Они как бы Очень такой Долгий путь Согласований А чем хороши Общественные организации Почему мы говорим Вот гражданское общество Оно незаменимо Даже если идеально Действует организм Потому что Пока какой-то Бюрократический путь Проходит Даже 3-4 дня Общественные организации Это мобильно Быстро все решают Им не нужно Ни с кем Согласовывать Собрались Поехали И поэтому Российский Красный Крест Он всегда бывал Быстрее Чем любые Какие-то Государственные Институции И они сразу Создают лазареты Причем уже такой Вот еще С русско-турецкой войны Тип лазаретов На 25 кроватей На 50 кроватей И там все было Расписано Сколько медикаментов Причем эти кровати Вы знаете Я извините Что долго говорю Я видела кровать В одной семье Кровать С войны 1812 года Я пришла в гости Одна женщина Историк Профессор Ну у них Много древностей Как бы в семье Вот Ну а у нее муж Там он жил В другой квартире За мамой пожилой Ухаживал И она мне говорит А вот это кровать Где спит мой муж И такая кровать То есть Она говорит Это с войны 1812 года От моего Прадедушки Осталось Раскладная кровать То есть Это такие Какие-то Металлические Какие-то детали Которые Можно Все разложить Вот на такие Всякие детали И сложить В мешок На лошадь погрузить На лошадь За спиной Там весит Там 4-5 килограмм И это вы приходите То есть Это не как И он как Типа Как раскладушка Походная кровать Походная кровать Все Сверху что-то Бросили Парусину Какую-то Генерал Маннергейм Понимаете До конца жизни Спал в такой Походной кровати Я ее видел Лично Вот Значит Вот эти все вещи Низенькая Наверное Низенькая Как Вот такая Раскладушечка Но такая Безнатяжной Как бы Вот этого Полотна И вот это Все было И чтобы Закончить Уже Я должна Сказать Что в русско-японскую войну По статистике То что историки посчитали Две тысячи женщин Постоянно было В этих Госпиталях А во время Первой мировой войны Уже там было Одиннадцать тысяч Только Которые подготовили Сразу В первый год А еще были Уже Сестры действующие То есть там Может до двадцати Тут проблема Стояла еще в том Что даже этих Двух тысяч Женщин Их на самом деле Не хватало Для военных действий По примерным подсчетам Еще накануне войны Предполагалось Несколько тысяч Сестер милосердия И это в условиях Мирного времени А когда началась война Вот эта острая нехватка Она стала Очевидной Поэтому начались Началась Краткосрочная подготовка Сестер Принимали большое количество Добровольцев Так называемых Волонтерок Их так называли Или левантерки Просторечие И тут как раз И стали сказываться Определенные проблемы Взаимоотношении ведомств Тоже Которые Галина Николаевна Сказала В частности Военные ведомства И Красный Крест Красный Крест По оценкам современников Это очень богатая Организация Это организация Которая может себе позволить Ну то что мы сейчас сказали Шиковать Которая имеет Слишком много Различных медикаментов Как раз Раскладных кроватей Таких условий Которые себе военные Ведомство Простое позволить не может И вот эта конфронтация Она Красной линии Но она в общем-то была И раньше Она будет проходить И в ходе этой войны И в Первую мировую И При том что это будет Опять же за счет Иногда больных Появляются новые Приспособления Для того чтобы Оказывать помощь Например плавучие Госпиталя Вот в госпитале Красного Креста Там примерно На 100 больных Будет одна сестра В военном ведомстве На аналогичное Учреждение Будет на 800 больных Одна сестра Понятно что Она не будет справляться С такими Реально в общем Только Какие-то общие Данные она может собрать А оказывать реальную помощь Конечно в таких условиях Невозможно А принять сестер От Красного Креста Военное ведомство Это большая проблема Кроме того Естественно что Волонтерки Они рвались на фронт Ну какая женщина С начала войны Записавшись Острове Милосердия Не хочет оказаться На передовой И вот эта проблема Она тоже стояла Что все рвались А их не пускали Поэтому как раз Основным центром Где женщины Сосредотачивались Был Харбин И вот собственно Через Харбин И шли основные потоки Помощи Красного Креста Хотя некоторое количество Женщин Они оказались В Порту Артуре И там до последнего Оказывали помощь До последнего Не расставались С больными Когда уже и врачи И фельдшера Готовы были Уехать После сдачи Порту Артура Они остались До конца С больными И еще один момент Примечательный Соключается в том Что и у Японии Тоже были Сестры Милосердия И известно Что японские Сестры Милосердия Ухаживали за русскими Военнопленными Помогали им Гораздо больше Чем могли На то надеяться Русские Попавшие в плен Так что Эта помощь Она действительно Оказывалась С двух сторон То есть В начале 20 века Такое мощное Пацифистские Движения Идут Антивоенные Выступления Публицистов И по всей Европе И в России То есть Война Это зло Но люди Которые пострадали На этой войне Независимо Они заслуживают Сочувствия И Вот в России То что Красный Крест Стал организовывать Во-первых Возникает Справочное бюро По делам Военнопленных То есть Люди Могли И с русской И Узнать Что происходит С русскими Военнопленными И то что происходит С военнопленными Из других стран То есть Это Такой вот Уровень Скажем Гуманистический Высокий Во-вторых Немецкие Военнопленные Лечатся В русских Госпиталях Более 20 тысяч Было Всего было В русских Госпиталях Во время Первой мировой Войны Около 800 тысяч Человек Прошли И В общем-то Мы можем Говорить О Красном Кресте Как самой мощной Организации Общественной Которая Огромную роль Сыграла В ликвидации Последствий Военных действий Первая мировая война Длилась 4 года 3 месяца И 10 дней В ходе войны С обеих сторон Участвовало В боях 75 миллионов человек А общие потери Составили Около 10 миллионов Убитых И свыше 20 миллионов Раним В России За годы войны Была мобилизована Вооруженная сила 16 миллионов человек Людские потери Составили Около 2 миллионов 300 тысяч Человек Убитыми Тут встает вопрос Вот о чем Что российское Общество Красное Креста Может рассматриваться Как важнейшая Ячейка Гражданского Общества Вот у нас все Идут споры Среди историков Политологов Социологов Было в России Гражданское общество До революции Или не было И в общем-то Вот наличие Этих общественных Организаций Общественные Организации Или выражаясь Современным Языком На самом деле Это не современные Некоммерческие Организации В дореволюционном Законодательстве В конце В начале 20 века Они назывались Неприбыльные Организации То есть Это организация Которая имеет Какой-то бюджет Может быть Большой Но не имеет Своей целью Извлечения Прибыли Она тратит Это на общественные Цели И вот бюджет Бюджет Российского Общества Красного Креста Он показывает Вот этот вот Отчетливый Гражданский Характер Этой организации Я просто скажу На что На что Расходовались Расходовались Деньги 40 процентов Бюджета Расходов Шло На организацию И содержание Постоянных Врачебно-соединения Санитарных Заведений То есть Эти заведения Они были В разных городах А когда Начиналась война Вот как Русско-японская И Первая Мировая То это Очень мобильно У них уже И оборудование И медикаменты И все было То есть Буквально Люди могли Выехать Уже там Через день Через два Там в течение Недели Они могли уже Выехать В районы Бедствия Помогать Значит 40 процентов Потом Фонд Недвижимых Их имуществ 27 процентов То есть Они покупали Дома Или им там Кто-то Жертвовал И там были Амбулатории Больницы Я уже Перечислила Там Около Около Двухсот И еще Там где-то 15 процентов Это приобретение Медикаментов И медицинского Оборудования Но не для этих Вот Заведений А у них Были склады То есть Это вот Мария Федоровна Я так понимаю Придумала Система складов Красного Креста То есть Если где-то Голод Неурожай Какие-то Стихийные бедствия Там Ветер суховее У нас Без конца Вот это Мы читаем В документах Сейчас это слово Не употребляется Без конца Вот это Особенно районы По Волжье Ветер суховее Саранча пришла Как Пушкин писал Села Съела Все И опять улетела И вот эти районы Остаются голодные Значит им нужно И И Медикаменты И И какую-то Там допустим Одежду Какую-то Минимальную Этим людям Продовольственные Какие-то Запасы Это начинает Собираться Но какой-то Запас должен И эти Они во всех Губерниях Были Эти склады Красного Креста Ведь мы говорим Общество Красного Креста Насколько Как церковь Относилась Вот К деятельности Самого Общества И Ну вот Я В начале беседы Упомянул Что в Севастополь Например Они приезжали Со своим Духовником Здесь видно Оно Существовало Само По себе Или все-таки Какие-то Были отношения Или какие-то Были Связи Конечно Существовали Во-первых Обязательно Даже по штату И по уставу В общине Должен был Присутствовать Священник Община Управлялась Так называемым Попечительным Советом В который Входили Не только Благотворители Которые Действительно Понемногу Жертвовали Из этого Складывался Капитал Общины Но и те Кто реально Управлял Ею Это Попечительница Общины И священник Но священник В данной ситуации Выступал Лишь как Один из Ряда Руководителей Который Занимается Духовным Окормлением Сестер То есть Он совершает Таинства Определенные Требы Он является В определенных Случах Законноучителем В общении Или в тех Структурах Которые с ней Связаны Например Учебные заведения Детские Которые При общении Могли находиться Но Такой роли Какой он мог Играть Например В ходе Крымской войны Конечно В начале века Он не играл Он был одним Из многих И поэтому Так скажем Той руководящей роли Которая должна была Быть у него Как у пастыря Ее не было Именно эту традицию Как раз и пыталась Сломить Елизавета Федоровна Ведь для нее Отец Митрофан Сребрянский Который Священный Мученик Позже Да Поздний Священномученик Который Прошел Сюруско-японскую Войну Опять же Как военный Священный Он повел За собой В атаку В один из Сложных моментов Одного Боистолкновений Войска Да Я оставил Интересные записки Еще В этой войне Для нее Он был Именно пастырем Человеком Которого Она слушалась Который Принимал Реальное участие В руководстве Общины Такой ситуации Среди Краснокрестных Общин Конечно Не было В годы Первой мировой войны В сестре Милосердие Пошла Дочь Льва Толстого Александра Толстая Она тоже Оставила Интересные записки Для нее Собственно Церковное Мировоззрение Христианское Оно не являлось Чем-то На что она ориентировалась Совершенно верно Она была Общественной деятельностью Общественной деятельницей В конце войны Она выступала Как оратор Агитатор С революционных требований Не всегда даже понимая Вообще Что происходит Но самое главное Против самодержавия Против существующего строя Ее пример Он показателен Потому что Действительно Сестры Они были охвачены Вот этими Общественными Настроениями Которые Не симпатизировали Существующий Политической системе Но это произойдет Уже в ходе Первой мировой войны Кстати вот Во время Первой мировой войны Были же И удивительные Случаи Не случаи А практика Это когда Представители Высших Аристократических Кругов Включая Царскую семью Вот Агустейшие Сестры Милосердия Вот Сколько Сейчас Работ вышло На эту тему Они Лично Присутствовали В госпиталях Часть Царского села Была просто Под госпиталь На переоборудование Лично Участвовали Там В каких-то Не операциях Но Помогали Больным Перевязывали Раны Насколько Вот сейчас Мы воспринимаем Это Да Об этом написано А как Общество Тогда К этому Относилось Ну Их поведение Явно Диссонировало С общим Настройом То Что я Сказал Конечно Явно Вступало В полное Противоречие С их Деятельностью С деятельностью Елизаветы Федоровны Ведь Тут Тоже Можно Упомянуть Что Марф Маринскую Обитель Забрасывали Камнями В начале Войны Несмотря На то Что Уже Много Было Сделано Елизавета Федоровна Была И Пример Царской Семьи Конечно Скорее Мог Восприниматься Как Некое Действие На публику Не потому Что так Оно было На самом деле А именно Это рассматривалось Могло рассматриваться Скорее всего Именно Как Некое Такие Популистские Действия С их стороны И Как вы правильно Сказали Практически Не было Замечено Как Опять же Некое Руководство К действию В начале Войны Еще да Такие Патриотические Настроения Сохранялись Но К 16 Году Конечно Они уже В общем-то Ушли Но это мы говорим В общем-то О семье Николая Второго Как бы О малой Семье А если мы будем Говорить об Императорском Доме В целом Об этой Большой Семье Об императрице Марии Федоровне Возглавлявшей Красный Крест О ее Детях Не только О сыне Императоре Она возглавляла 40 лет И это была Другая эпоха Другое Время Нет Я говорю именно про 14-й год Как она себя вела Во время Вот были изданы 5 лет назад Переведенные С датского языка Ее дневники За 14-е 20-е годы И там Очень интересно По этим записям Прослеживать Как она себя вела Она уезжала Ну это все знают Она уезжала в Европу То она там Ездила в Лондон И ездила всегда В Копенгаген И как писали Где-то я читала Что она очень любила Ездить в Копенгаген Потому что там Она могла спокойно Ходить по магазинам И никто Никто на нее Не показывал пальцем Она себя чувствовала Очень спокойно Там И когда наступает Первая мировая война Она находится В это время На отдыхе В Европе Она очень быстро Собирается И через неделю Она Ну тогда Самолетов не было Как понятно Она уже через неделю Приезжает в Петербург И уже 11 августа Она посещает Георгиевскую Евгеньевскую Общины сестер Милосердия И напутствует Добрым словом Сестер Отправлявшихся Во фронтовые госпитали И в том числе Среди этих сестер Была ее собственная дочь И в общем-то Как вот понимать Понимаете Там уже же жертвы В газетах Каждый день Сообщают в газетах Сколько убито Сколько ранено Портреты Публикуются Офицеров Красивых Таких Официальной статистики 50 сестер Погибли Вот И конечно Материнская тревога Можно себе представить Что Ольга Александровна Они ее звали Бэби В семье И пишет она В дневнике Как это все печально Однако я разделяю Ее большое желание Ухаживать за нашими Дорогими Отважными солдатами Она отправляет Дочь На следующий день Она опять 12 августа Идет в общины 14 августа Она устраивает Совещание Красного Креста У себя дома 15 августа Она уже на вокзале Провожает Вот эту общину Которые там Три дня у них были Организационные Какие-то Вот где ее Ольга Это бэби 16 августа Она приглашает Себе Какую-то Знакомую С которой Пьет чай Тоже Какая-то Женщина Молодая Уезжает 18 августа Опять Совещание Красного Креста То есть Без выходных Это императрица Уже к тому возрасту Ей было-то 66 лет И в общем Она так Болела себя Не очень Хорошо чувствовала Она все время Энергично Проводит Совещание По общинам Ездит И пишет Красный Крест Ведет себя Прекрасно Спасибо вам большое Что вы были Сегодня с нами Этот час А с вами Уважаемые Телезрители Мы встретимся Через неделю Чтобы продолжить Наши экскурсы В историю В поисках Истины Всего вам доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин